Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш текст и попробуем понять, что именно и почему с вами происходит. Итак, ходила к психотерапевту год назад, прошла курс. Ну, давайте сразу выясним, да, вот к психотерапевту выходили год назад, зачем? Я серьезно, к психотерапевту выходили год назад, по какой проблеме? К психотерапевту выходили, по какой проблеме, что это была за проблема? После курсов, так, решила самостоятельно пропить курс таксил. Я, конечно, не знаю, но нужно понять, во-первых, какой курс вы прошли у психотерапевта, что это был за курс? Такой, вообще, сперва. Вот, дальше, почему вы сами себе назначаете какие-то препараты, сами себе назначаете какие-то лекарства? Вот, то есть, ну, вообще, это делать нежелательно, потому что препараты назначают, как правило, только врачи, вот. А вы, вы не врачи, поэтому, если одному человеку, допустим, помогло, да, вот, ну, если одному человеку помогло лекарство, препарат, помог, вот, это здорово, но это не значит, что он поможет вам. Это первое. Второе. Если вы, значит, как вы говорите, прошли курс у психотерапевта, да, вот, если вы именно, прям, вот, прошли курс у психотерапевта, вот, то, как вам сказать, дело курсом ограничиться только не могло, то есть, если, ну, если говорить о лекарствах, например, то есть, дело не могло быть только в лекарствах, вам нужна ещё была и психотерапия, собственно говоря, вот. Вот, если психотерапии не было, то тут сразу возникает вопрос, если, вот, не было психотерапии, да, то сразу возникает вопрос, а... Ну, насколько тогда эффективно ваше, вот, лечение? Ну, насколько тогда оно, оно направлено на вас, то есть, насколько оно действительно меняет вас? Потому что вы говорите, что у вас изменения, изменения у вас начались в поведении после того, как вы начали пить бакси, то есть, у вас прошла бессонница, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Знаете, какая история? Ну, а как же психотерапевтический курс тогда, вот. Значит, опять же, жизнь в корне меняется, в корне меняется, то есть, чтобы... Ещё раз, препарат, ни один препарат не меняет человека, меняет человека только психотерапия. Дотоксила, для меня, жаловная проблема была в том, что не могла уснуть, я не выступала, что болит сразу всё тело, голова ломит кости очень сильно. Бессонница, это тревожность, тревожность, это нереализованные желания, нереализованные по предности невыраженные чувства. Может быть, это запрет на расслабление, может быть, я не знаю, вот. Дальше, дальше, по силам эта проблема прошла, ну, опять же, да, вы, по сути, что сделали, да, вы сняли симптомы, как бы, вот. Вы сняли симптомы, вы сняли симптомы, это хорошо, что вы сняли симптомы, но вы не устранили причину, как говорится, вот. Не устранили причину, и всё, и, соответственно, вот, таблетки перестали, бессонница вернулась, и она будет возвращаться до тех пор, пока не устранится, сама причина бессонницы. Вот. Дальше, так, весь год случила лекции по психологии и читала книги. Еще одна ошибка. Книги по психологии и лекции по психологии не для клиентов, для специалистов, клиентов, у которых есть проблемы, клиентам нельзя, как бы, взаимодействовать с психологической литературой, Потому что клиенты используют психологическое знание как фундамент для построения психологических защит от проблем своих. Так, кажется, в своей голове это собралось полностью, объяснить себе могу всё. Что есть рационализировать? Это рационализация, по сути. Стоило бросить пак сил, постепенно вернулась такая дикая разрушительность, что кошмар. Но опять же, те эмоции, которые вы себе подавляли, они же никуда не делятся, они просто были подавлены. Сейчас они перестали подавляться, и вот вам результат. Ну, вернулись к бессоннице, опять же, это ужасное состояние, боль в костях мышцах. Ну, боль в костях мышцах, я не знаю, что это, может быть, это психосоматика, может быть, что-то ещё. А про бессонницу я вам уже говорю. Органическая бессонница встречается очень-очень редко. Причём, если выспались, всё отлично, ради этой жизни безумно. Стоит не выспаться, я просто буду лежать, только терпеть, это боль в цели, причём могу подстать час днём, и боль пройдёт. Но чтобы уснуть, это нужно часа четыре полежать. А, тут как бы вот момент, да, может быть, у вас физиология такая, что вы, если вы высыпаетесь плохо. Вот, то есть, ну, что вы вот, если вам, если вы не высыпаетесь, то у вас будет соболеться, ну, с физиологией такая, может быть, вот. То есть, не каждый хорошо переносится на высыпание. Вот, так же непонятно, сколько, сколько вам лет здесь. Но, тем не менее. Но, сейчас я повторю. Бессонница, это психологически, скорее всего, проблема. Вот. Вопрос, почему с баксилом я жива как человек, а без него опять развалюха, чисто физически? Потому что препарат препарат не решает психологическую проблему. Препарат снимает симптомы, только симптомы. Вот. Если вы не хотите всю жизнь сидеть на магнобоксиле, нужно работать, заниматься психотерапией. Я не знаю, не знаю, что вы делали с психотерапевтом, не знаю, в какой курс вы проходили, что вы делали, но с бессонницей вы явно не работали. Вот. То есть, почему вы не можете уснуть? В чем ваша проблема? Как давно это началось? Что вы думаете, когда у вас бессонница? Ну и так далее. И так далее. Вот. То есть, насколько вы удовлетворены, например, в жизни. Своей. Тоже. Вот. Насколько вы качественно реализуете свои потребности, выражаете ли вы свои желания все. Если у вас, если у вас, например, чувства, которые вы подавляете в себе. Опять же. Ну вот это все нужно выяснять. Вот. И если это выяснить, то проблема уйдет. Так вы сможете подкорректировать свое поведение так, а так. Вы сможете подкорректировать свое поведение таким образом, что вас это беспокоить больше не будет. Правильно сказала моя коллега, что ваши подсознания пытаются вам что-то сказать. Вы его не слышите. И услышать вы не можете. А то вы можете себе все объяснить, что очень похожее на рационализацию. Вот. И. Все. Так что, моя рекомендация будет следующая. Выбирайте себе экспертов на нашем ресурсе хотя бы и начинайте психотерапию. Не медикаментозную, а, значит, настоящую. Вот. Я желаю вам всего доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.